Тот самый длинный день. 83 года назад началась Великая Отечественная. Кровопролитная война унесла миллионы жизней. Сегодня память о героях бережно хранят в каждой семье. У жительницы Хима Кзалины Кабуловой воевал дедушка. Он был танкистом, практически дошел до Берлина. Мы помним его, мы помним всех и низкий поклон всем ветеранам, которые совершили этот подвиг. Спасибо нашим дедушкам, прадедушкам за то, что они подарили нам мир. 22 июня в 4 часа утра без объявления войны фашистские захватчики напали на Советский Союз. Возложить алые цветы к обелиску отстоявшим отчизну и мемориалу химчанам, отдавшим жизнь за родину, собрались сотни жителей города. И раз. И два. Представители власти, общественники, активисты партии «Единая Россия» и все неравнодушные жители почтили память советских солдат, которые не вернулись в поле сражений минутой молчания. Ровно 1418 дней и ночей длилась война. Ценой собственных жизней советский народ отстоял мирное небо над головой. Возлагать цветы в День памяти и скорби – это традиция, у которой нет срока давности. Нет практически ни одной семьи, где бы не уходили люди на фронт и не принимали участие. И фронт был как бы и военный, фронт был и в тылу. Практически каждого человека это затронуло. Естественно, это память. Это наша память. Малые гвоздики легли и к подножиям мемориалов на аллее Героя Советского Союза. В числе тех, кто возлагает цветы немало молодежи и подрастающего поколения. Сегодня особенно важно, что они знают эту страшную страницу в истории страны и хранят память о героях Великой Отечественной войны. Это память. Верьте, люди. Всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придет война. Патриотическому воспитанию в Химках уделяют особое внимание. В День памяти и скорби стартовал масштабный проект. Хочу сегодня сообщить о старте широкомасштабного проекта, именно патриотического проекта, проекта, направленного на воспитание подрастающей молодежи. Уверен, что этот проект подхватят наши химчане, как это было и раньше. Этот проект был инициирован депутатами Совета депутатов городского округа Химки. Также в День памяти и скорби десятки памятных акций состоялись во всех микрорайонах городского округа. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, Софья Ткаченко. Новости Химки-ТВ.